Привет же, это Хогвартс! Вы взорвали просто комментарий под последним роликом Хогвартса. Это было колоссально невероятно. Короче, Хогвартс будет, но не в таком количестве, как я его ранее выпускал. То есть, через раз, да, через ролик я его выпускал. Теперь он будет выпускаться, как и все остальные ролики. В общем, привилегий у него больше не будет. Ну, а мы продолжаем. Значит, я нахожусь в библиотеке. В прошлый раз мы изучили способность. Хотя, какая способность? Это магия. Вот такую вот магию мы выучили. Она позволяет нам превращаться в невидимку. Также я в комментариях увидел, что вот эта способность поможет нам открыть сундуки с глазами. И сейчас мы это проверим. И помимо этого, я еще сюда вернулся, чтобы собрать остатки снаряжения, которые не получилось взять в прошлый раз. И сейчас я тебе покажу, что я тут наискал. Значит, смотри, из перчаток. Нашел вот такие вот перчаточки. Помимо этих перчаток, еще есть вот такие. Смотри, мощные. Там три палочки скрещены. Есть еще легендарные. Для них нужен 12 уровень. Шапка-ушанка индейца какого-то. И вот такая вот прям магическая. Она самая крутая и легендарная. Также еще вот такую вот мантию нашел. Но она как бы не очень крутая. Оставим нашу мантию звездочета. Теперь переходим к нашему глазастому сундуку. Я только теперь понял, после того, как почитал комментарии, почему у него глаз. И он так пристально на нас смотрит. Короче, сейчас мы тут где-нибудь за кутком вот так вот смотрим. Хоп. Применяем магию невидимости. И теперь к нему подходим. Он глаз открыл, но не понимает. Вроде бы никого не видно. И я, пока он меня не видит, могу открыть сундук. И в нем оказалось всего лишь 500 монет. И ничего более. Что странно. Ну хорошо. В том сундуке было 500 монет. Об этом-то будет шмотка, нет? Ты меня видел? Ага. Он меня видел. Понятно. Сейчас, минуточку, спрячемся. Снова 500 монет. Короче, в них только деньги. Ну и раз мы в Хоксмиде, я тут решил зайти в магазинчик пропаганки. Поганки пропаганки. Вот там. Вот смотри, что тут летает у нас. Иди сюда, страничка. Короче, магазин грибов. Вот что я тебе хочу сказать. Сейчас я тут проверю. Ничего ли здесь не спрятано? Вот сундук вижу. 50 монет. Ох, сколько там сундуков-то внутри, господи. Пойдем зайдем скорее. Здравствуйте, здесь есть? О, Беатриса Зелень зовут эту даму. Она что-то, наверное, продает. Здравствуйте. А, здравствуйте, извините, я никак не успокоюсь. Пришлось потругать некоторые растения за то, что они плевались и кусались. Наверное, я сама виновата. На одном поддоне они стояли у меня. Кстати, меня зовут Беатрис Зелень. Но вы можете обращаться ко мне, мадам Зелень. Я вообще как бы в магаз зашел. Можно взглянуть? Так, она продает у нас семена ядовитые тентакли. Куча семян. Вот, о, мандрагора. Можно ее купить, но пока не буду. Ладно. Смотри, какой за ней цветок. Вау. Какие тут мухоморы. Вот это, конечно, цветок мне больше всего нравится. Ну, вообще, я здесь за сундуком. Нашли шарф мореплавателя. Есть вот такой вот сундучек. Давай его откроем. Тоже 500 монет. Ну, понятно, что в них как бы ничего вообще больше не найдется, кроме денег. И вот вопрос с зеркалами еще остается. Для того, чтобы с зеркалами разобраться, мне нужно, по-моему, по бочку какую-то пройти. Дерево у магазина Тимофилы и Паганки. Но с этим мы чуть позже займемся. Я имею ввиду, про побочные задания. А сейчас мне нужно попрактиковаться. Например, на баранок. Давай-ка отточим свое мастерство. Левиоса. И акцию. Иди ко мне. Ха-ха, классно. Вставай, подъем. Барашек. Ну что ты? Ты научился летать. Радуйся. По-моему, он не радостный. Ну все. Погнали делать основной сюжет. Нам сейчас с тобой нужно вернуться к профессору Фигу. Потому что мы без него пробрались в библиотеку. И он нам сейчас сделает ата-та, наверное. Что? Профессор Фиг. Книги и невзгоды. Задание началось. Ну я сейчас зайду к вам. Опа. А вы здесь не одни? Профессор Шар. Да не может быть. Гоблины заодно с Руквудом. Бессмыслица какая-то. Это довольно необычно. Мягко говоря. Необычно. Это невообразимо. Это... А, Фиг. У вас посетитель. Я постараюсь что-нибудь разузнать. Сэр, мне удалось пробраться в запретную секцию, пока вы были у профессора Блэка. Оказалось, мы шли по следу книги. Что? Ну, погодите-ка. Вы попали в запретную секцию? Но как? Хотя, если подумать, лучше мне не знать подробностей. Как скажете. Между прочим, книга была под запретной секцией, как и указала карта. Расскажите мне всё. Но сначала давайте посмотрим на вашу книгу. Страницы нет. О, ну надо же. Тут не достаёт нескольких страниц. Кто-то добрался до этой книги раньше нас. И всё же мне понадобится время, чтобы изучить то, что осталось. Возможно, мы всё ещё сможем извлечь что-то полезное. Хотя это может занять какое-то время. Интересно, почему она была здесь? Вот Хогвартс. Кажется, я знаю, сэр. Я увидел ещё два воспоминания там, где нашёл книгу. Ещё один омут памяти. Годрика сердца. Тот человек, которого мы видели раньше. Персиваль. В первом он и ещё трое преподавателей использовали древнюю магию, чтобы спасти деревню от засухи. Мириам была права. А второе воспоминание... А во втором они говорили за студенткой, которая, как и я, поступила сразу на пятый курс. Она также видела следы древней магии. Почему именно эти воспоминания? Ммм... Может, в книге найдётся объяснение. Мне придётся взять её с собой в Лондон. Директор наставит, чтобы я лично поговорил с министром о смерти Джорджа. Понятно. Я попробую что-нибудь узнать о пропавших страницах, пока вас не будет. Хорошо. И не забывай об обучении. Вы с каждым днём всё лучше управляетесь палочкой. Но нужно также уделить внимание травологии и зелеварению. Магия — это не только заклинание. Значит, будет чем заняться. Вы превосходно справляетесь. Будет очень интересно посмотреть на ваши достижения, когда я вернусь. Ах, да. И непременно находите время для друзей. Вы не представляете, сколько полезного можно от них получить. Хорошо. Друзья — это очень важно. Всё, погнали отсюда. В общем, после фига мы отправляемся в кабинет травологии. Будем изучать травничество. Ого. Это чё, мы в кабинет травологии, что ли, сейчас попадём? Ну, ничего себе. Вот это у неё здесь аллея. Здравствуйте, я на урок пришёл. Я такое уже где-то видел. В смысле, такие растения. Доброе утро, профессор Чеснок. Ленара, дорогая, я очень рада тебя видеть. О, вот, держи. Это пригодится сегодня на занятии. Подарок для твоей тётушки. О, добрый день. Класс, поприветствуйте новую росту. Розу в нашем саду. Ну, теперь будем расти вместе. Я очень рада, что мы снова собрались здесь. В этом году вас ждёт волшебство и радость. Но самое главное, что мы будем выращивать на травологии, это знание. Тот, кто знает травологию, боится ядовитые тентаклы не больше, чем прыгучие луковицы. Итак, приступим. Сегодня мы познакомимся с громкоголосым клубнем, известным как корень мандрагоры. Давайте поможем нашему узловатым подопечным перебраться в горшки поудобнее. Но сперва защитим уши. А теперь каждый возьмите свою мандрагору за листья и резко потяните. Тянем репку. Ох, ёлки. Ничего себе. Скорее суньте своих мандрагор в горшки и присыпьте землёй. Давай уже ссади её. Фух. Земля должна укрыть корень, как тёплое одеяло, и мандрагора тут же успокоится. Отремонтировала свой сад. Мне очень-очень жаль. Видимо, вам досталась почти взрослая мандрагора. Ну всё, пора возвращаться. Вы все отлично поработали. Взрослая мандрагора, она потому что орала, как не в себя. Итак, теперь мы будем сажать бадьян на столах для горшков. Подождите. Подождите, подождите, подождите. Интересно, любят ли гиппогрифы спорыш? Что такое спорыш? Ну, неважно. Нам нужно поговорить вот с этой чесноук. Профессором? Да, профессор. Прежде всего, хочу похвалить ваши навыки работы с мандрагорой. Нюансы ухода за ними порой сложны. Слушайте, ну так и оглохнуть можно. Это уж точно. Ну, разумеется, чем взрослее мандрагора, тем опаснее её крик. Так что наушниками принадлежать нельзя. А теперь, как я уже говорила, будем сажать бадьян. Сперва найдём все семена. У меня уже есть семена, купленные в Хоксминде. Вы посетили волшебную брюку? Чудесно. Я организовала вам отдельный стол для горшков. Хотя после начала учебного года сделать это было непросто. Посадите семена, а потом вернитесь и соберите урожай. Почва, свет и волшебство – это прекрасно. Но растениям нужно ещё и время. Ох, мне нужно сейчас взращивать, значит, там, да, понятно. Бадьян будем растить. Давай попробуем. Значит, вот бадьян, садим его. Что дальше? Будет готово через 9 минут. О, тучка поливает сразу мой бадьян. Шикарно. Чё, мне просто нужно подождать теперь. Отличная работа. Ваш бадьян будет готов для приготовления рябинового отвара, как только подрастёт. Я прошу профессора Шарпа сообщить вам. А пока давайте отвлечёмся на другого представителя флоры. Китайскую жужжащую капусту. Некоторые растения принесут как больше пользы вне котла, нежели в котле. Капуста должна постоянно что-то жевать, иначе она становится раздражительной. К счастью, у меня есть специальный манекен. Она в другой теплице, по ту сторону пешеходного мостика из этой комнаты. Ваш одноклассник, мистер Пруэт, любезно поможет вам. Когда закончите, подойдите ко мне и берегите пальцы, она очень кусается. Очень сильно кусается за жужжащая капуста. Пойдём искать... А, вот ты. Привет, недавно видел тебя по пути в Хоксмит. Я Леонард. Нет, его не Леонард, его Леандер зовут. Ой, короче, давай пока, ты душнила. Мне нужно ещё кучу всего сделать. Может мне спуститься назад? Под это... О, а это что такое было? Можно сорвать. А чё ты за мной прицепился? А, так это Пруэт, который должен меня был сопроводить. Тогда понятно. Тогда понятно. А я прочитал только его имя и всё. О, можно вот это всё пособирать. Куча всего тут. Так, соберём. Если есть возможность, почему бы и не воспользоваться? Кактусы нам не нужны. Вроде не нужны. Манекен есть. Удерживайте L1 и нажмите R, чтобы открыть... Вот, вот, вот эта вот жужжащая капуста у нас. Мы её берём. О! Ну, нифига себе. Ты только глянь. Они лопают всё, до чего могут дотянуться. Мама посадила несколько штук в саду прошлой весной, чтобы избавиться от гномов. И, представляешь, помогло. Они гномов сожрали. Капец. Ну, я как бы всё. Я закончил с китайской жужжащей капустой. Задание завершено. Растение моё ещё не выросло. Могу его посмотреть. Бадьяна растёт. Ещё пять минут. Ну, короче, профессор Чесноук нас похвалила за то, что мы поюзали жужжащую китайскую капусту. И, в принципе, всё. Отпустила нас. Настало время зельеварения. Травологию мы постигли. Будем сейчас пробирочки нюхать. Зельеварения — это самый сложный и опасный предмет в этой школе. Ученикам пятого курса потребуется невероятное прилежение и дисциплина. Этот семестр мы начнём с рябинового отвара. Мистер Тахар, можете рассказать нам, чем может быть полезно это конкретное зелье? Да, профессор Шарм. Рябиновый отвар используется для обработки ран, а в некоторых случаях как заживающее средство. Он может исцелить некоторые раны, но далеко не всё. Когтевран получает очки. К концу этого занятия каждый из вас сварит свой собственный рябиновый отвар. Никогда не знаешь, когда он может пригодиться. Так что приступать. И такой сел, и всё. Я даже не сказал, как его готовить. Ладно, будем читать учебники. Значит, берём вот эту штуку. Толочь ингредиенты следует равномерными и уверенными движениями. А, ну ладно, он сейчас будет нам рассказывать, как это всё делать. Потолкали. Добавляя порошки в зелье, будь осторожны. Случайно чихнув, вы можете стать причиной катастрофы. Общи! У меня всё вышло как надо. Сейчас мы наварим тут, ё-моё. Чувствуйся гермионой. Ещё раз помешаем. Смотрю, многие не забыли, как обращаться с палками. Ммм, это зелья не из самых простых. Хорошо. Судя по тому, что я слышал о ваших подвигах в Хоксмиде, вам не помешает изучить защитное зелье Эдрус. Профессор Уизли ведь сказал, что вам нужно достать рецепт. Да, сэр? Хорошо. На сей раз сможете взять нужные ингредиенты у меня в кабинете. Но в будущем вы должны будете приносить собственные ингредиенты. Некоторые из них можно получить из растений, которые вы выращиваете на уроках травологии, но более редкие придётся покупать. Однако кое-какие ингредиенты достать весьма непросто. Для этого нужно проявить изобретательность. Когда закончите с зельями, зайдите ко мне. Любопытно будет узнать, у вас талант или вам просто повезло. Чё, мне ещё зелья надо сварить? Ну ладно, пойдём, короче, возьмём у него травы. Вот сюда. Ты кто такой? Мне показалось ли, профессор Шарп разрешил тебе зайти к нему в кабинет. Да, всё верно. Он послал меня с ингредиентами для ещё одного зелья. Превосходно, дружище. Тебе предоставилась необычная возможность. Кстати, меня зовут Гаррет. Гаррет Уизли. Ты сыну Уизли, что ли? Приятно познакомиться. Постой, а профессор Уизли твоя родственница? Она моя тётя. И она слишком старательно за мной присматривает. Ух, но она не вездесущая. Слушай, зелье Эдрус, даже тролли сварить без труда. А я работаю над одной штукой, которая точно тебе пригодится. И не хватает лишь последнего ингредиента, который придаст особую... Мне нужно одно пёрышко вупера. Раз уж ты всё равно будешь в кабинете Шарпа с его разрешения. Может, возьмёшь мне чуть-чуть? Ладно, я помогу тебе, а ты поможешь мне потом когда-нибудь, да? Достану я тебе это. Уверяю тебя, он не рассердится. Ты даже не представляешь, что именно я варю. Возвращайся ко мне. Когда закончишь. Ладно, пойдём поищем то, что нужно. Ладно, мех дворняги. Возьмём, да я бы тут всё вообще забрал. Сундук обчистим, записка какая-то есть. Распоряжение. Дата 31 декабря 1875 года. Отправитель Мракоборческий центр. Тема Горбин и Брэкс. В последнее время возле магазина Горбин и Брэкс наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы. Особенно после полуночи. К чёрному ходу доставляет подозрительного вида свёртки. С учётом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейшего указания. Опа, профессор-то мракоборец теперь. Вот это я тоже возьму. Это перо. Вупера. Как он выглядел? Видел такой фиолетовый чувачочек? Пернатый. Чё, я тут вроде бы всё собрал, да? Вроде бы всё взял. Интересно, мне за перо вставят потом или нет? А кто ж их знает? Ладно, пойдём. Эй, чувачок! Я перо тебе достал. Где ты, ё-моё? А, вот он. Что ты вообще варишь? Вот перо вупера. Отлично, спасибо. Ещё немного и будет готово. Продолжай варить своё зелье. А я скажу тебе, когда закончу. Ну, ладно. Давай варить своё зелье. Разблокировано стенд для зелеварения. Приступим. Значит, будем варить рябиновый отвар. А, так мне ж не рябиновый отвар нужен. Мне вот, вот зелье Эдрус. Значит, закидываем. Я всё кинул туда просто вот так вот взял. А помешать надо, нет? Время варки 24 секунды. И чё, ждать просто? Может, как-то что-то поделать? Ладно. А теперь добавим сладкие мальвы и... Страна. Что происходит? Постой-ка, оно не должно так себя вести? Серьёзно, Гаррет, опять? Фу, ну и вонь. Драконин, дерьмо, что произошло? Браво, Гаррет. Что на этот раз, мистер Уизли? Извините, профессор. Вычитаю очки у Гриффиндора. В который раз? Ты чё там намудрил, дружище? Походу, перо просто профукано. Мда. У меня там, кстати, всё готово. Профессор, я всё сготовил. Глядите. Мне удалось сварить зелье Эдрус, профессор. Удивительно, что вы вышли. Вы нашли на это время, ведь вы так заняты, помогая мистеру Уизли творить хаос. Я не понимаю, о чём вы. Вы не завоюете моей симпатии, пока не научитесь отвечать за свои поступки. Надеюсь, вы вняли моему предупреждению. Что касается вашей сегодняшней работы у Котла, скажу, что вы хорошо справились. Я признаюсь, поначалу я был настроен скептически, ведь я даю своим ученикам углублённую программу. Я рад, что мне удалось оправдать ваши ожидания. Да, такое случается редко. Но запомните хорошенько. Вы ещё не знаете... Вы ещё не знаток зелеварения. Вы должны твёрдо знать, как сочетаются между собой различные ингредиенты, но этого мало. Важно понимать, что они из себя представляют. Прилежно изучайте травологию. Вам предстоит выращивать растения, которые используются в зелиях, которые вы выращиваете. А теперь рекомендую вам поискать себе место для практики в зелеварении. На сегодня это всё. Ладно, я поищу. Куда мне идти-то надо? Чё-то... Мне просто нужно выбрать место, где я буду готовить, или что? Занять пози-бай заваришено. Фух. Я сейчас тут ревелия заюзаю, поищу чё-нибудь интересное. И, наверное... Пойдём отсюда. Где-то что-то тут спрятано, но не могу понять, где... Во! Вот. Свитер. Забираем. Значок мракоборца. Прикольно. Ну всё. Отсюда, думаю, можно чесать. Ну что ж, настало время встретиться с моей подружкой. Я надеюсь, что я хорошо подготовился, и там не будет никакой засады. Ну, если что, у меня есть жужжащая капуста, которая откусит всем жопу. О, погоди, это же... Это домик Хагрида? Нет? Да? Сейчас посмотрим. Интересно, он ещё тут? Нет? Ну, в смысле... Как бы мы, получается, в прошлом? Или мы в будущем? А фиг его знает. Короче, Хагрид, ты здесь или нет? Овечки тут бегут. Даже барашки, курицы. Сейчас зайду, постучусь. Хагрид, здорово. Лесничий. А лесничего-то тут и нет. Возможно, тут лесничий даже другой, не Хагрид. Может, Хагрид ещё только в зарождении, как говорится. Ещё даже не родился. Его нет в планах. Подожди минутку. Кажется, что-то тут было. Во! Вот что мне нужно было. Ладно, лесничего мы тут не нашли, и тогда идём дальше. Привет, подруга! Вот и ты. Рада тебя видеть, друг. Я тоже. Рассказывай, чё... Чё за дела-то надо было? Нате. Я в порядке, спасибо. Я была там и видела, что случилось с Руквудом и Харлоу. В трёх метлах. Я о тебе беспокоилась. Сейчас со мной всё в порядке. Слушай, ничего, если я спрошу, почему они тебя разыскивали? Ммм... Не могу сказать. Никогда не встречал Руквуда или Харлоу. Должно быть, они приняли меня кого-то за другого. Ммм... Несколько странно, что они с таким упорством преследуют тебя. Но как бы то ни было, тебе определённо грозит какая-то опасность. Но пока давай остановимся на том, что Руквуд и Харлоу представляют угрозу для нас обоих. И для всех остальных. Поэтому я и хотела с тобой поговорить. Все только и говорят о том, как тебе удалось спасти Хоксмит. А я никогда не забуду, как Сирона дала отпор Руквуду и Харлоу в трёх метлах. Ваша смелость им... Подожди, я был с Себастьяном в трёх метлах. Откуда ты это знаешь? Неужели так быстро распространяются слухи? Капец. Мы с мамой покинули там что-то, какую-то деревушку. Я не намерен сидеть, сложа руки и смотреть, как рушится мой новый дом. Это отрадно слышать. Но вообще это может быть опасно. Ну, короче, я Натя отговорил от этого всего. Но если что, она придёт мне на помощь, если я её попрошу. А пока мы находимся в деревушке, и нужно тут всё обыскать. Что здесь происходит? Там что-то происходит очень интересное. Кто-то орал просто как не в себя. Пойдём глянем, что там. О! Нашёл наконечник для своей волшебной палочки. Рукоятку, точнее. Мужик, ты что там? Рыбалка за ним? О, да там их несколько. Они должны были здесь проходить. Думай! Чё случилось? Никого я тут не видела. Я занимаюсь исследованиями, и мне некогда выслушивать ваши тут эти бредни. Виктору Руквуду плевать на твоё время. Это бандиты? Ха! На ловца и зверь бежит. Мистер Руквуд хочет с тобой поболтать. Вы за учеников взялись? Всё, заткнись. Оставьте её в покое. Остолбинейте, дебилы. Так, значит. Иди ко мне. Кстати, как насчёт... Чё, всё? Лови жужулю. Ой, я не это хотел. Ух ты. Лови жужулю, блин, говорю. Жужулю, на тебе. И тебе тоже. Они вас сожрут, нет? О, прикинь, они жрут. Жжащая капуста жрёт. Ха-ха-ха. Прикольно. Капуста сожрала чуваков. А, ты чужой? Уже нет. А это что такое? Ты кто такой? Это Руквуд, что ли? Дуэлянтка банды. Чё, дуэль? Дуэль, дуэль, дуэль. В разделе коллекции вашего руководства появились новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах. Понятно. Лови. Бочку. И вот это тоже лови. Мимо. Чё, кто-нибудь что-нибудь не сделает, нет? А, ух ты. А чё вы такие мощные-то? Давай-ка капусточку выпустим. Капусточка? Блин. Я хотел капусточку выпустить. Давай. Опа, мимо. Ещё капусточку. Две капусточки, нормально же? Давайте, жрите их. О, хорошо. Нифига себе, она долбит. Мои даже защитные заклинания не помогают мне. Выкуси. Всё, её сорвали. Капусточка молодец. Вот это битно. Что это вообще такое? Как они посмели так себя вести? Притом неподалёку от Хогвартса. Вы в порядке? В полном. И во многом благодаря вашему мастерству в защитных заклинаниях. Не объясните ли, почему двое пип-ламб готовы были отправить меня не на тот свет? Пип-ламбы? Грабители и вымогатели. Подельники Виктора Роквуда. Похоже, они очень вами интересуются. Это долгая история, но благодарю за помощь. Ну что ж, на сегодня вам удалось от них избавиться. Брия предупреждала меня, что здесь останавливаться нельзя. Лучше продолжу исследование, пока они не вернулись. Исследование? Как интересно, что вы делаете здесь? Нора Тредвелл, к вашим услугам, историк и археолог, специализируюсь в изучении профессионального и жизненного пути Мерлина. Неужто Мерлин и вправду существовал? Миф, говорите? Хорошо, что сэр Кедаган вас не слышит. Со своего портрета Хогвартси он только и вещает, что о былых делах Мерлина. Вы ведь знаете, что Мерлин учился в Хогвартсе. А я изучаю некоторые интересные приспособления, которые он здесь оставил. Приспособления? Короче, эта барышня попросила Мальву положить вот в эти штуки. В центр вот этой штуки. Так, ну как это сделать? Давай начнем с одной... А, подожди, мне сперва Мальву нужно же взять. Точно. Вот, в ее сундучке, сейчас мы возьмем. Вы про этот сундук? Да, бери побольше, даже если у вас уже есть. Окей. Вот, сладкая Мальва. Ну что, все, можно? Я буду вкидывать ее уже в эти столбы. Окутанной виноградом. О, блин, как же она любит потрещать, это капец. Ненавижу читать такие нудные монологи. А, вот. Сладкая Мальва, кладем. Ух ты. Ничего себе, видели? Лозы исчезли. И что теперь делать? Ммм. Это никому неизвестно. Интересно, что... Что это за... Поминальные огни? Давай их зажгем. У меня же есть огонь. Мерлиного борода. Сейчас зажгем все колонны. Да, блин. Короче, здесь Мерлиного испытания, вот что я думаю. И когда мы его пройдем, мы получим очень ценную штуку. Как красиво, Мерлиного борода. Ну и денек. Даже не верится. Что расскажете? Полагаю, можно сказать, что мы достигли успеха. Можно, конечно, но теперь у меня еще больше вопросов. Как все это работает? Нужно свериться с записями. Вдруг я что-то упускаю. Все эти испытания такие? Не совсем. Но я думаю, при каждом есть эти характерные лозы и спирали на Земле. Если наткнетесь на них, разгадывайте на здоровье. Думаю, у меня уже есть все необходимое для дальнейших исследований. Так что для каждого из них, которую всегда можно найти в Фоксмиде, если понадобится. Вообще-то мне уже пора. Очень рада была с вами познакомиться. В общем, все ясно. Берегите себя. А я узнала все, что хотела. Капец, использовала меня. И ушла. Ну ладно, дайте мне что-нибудь мерленного испытания. О-о-о-о, как она собирает шматье свое. Прикольно. Забавно. Что, все, ты поехала? О, и трансгрессировала. Ну молодец. А ящик-то забыл один. Ну ладно. Ну что, что, что? Ленора Эверли пишет мне. Куча всего. Тут еще он побочки. О, подожди. Побочное задание. Может, на ловлю рыбы? Ну, это мы уже, наверное, узнаем с тобой в следующей серии. Так что, если тебе понравилось, и ты хотел бы увидеть еще Хогвартса, не забудь поставить лайк, подписаться. И тогда мы снова вернемся в этот магический мир. Так что, до встречи!